Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1490. Событие дня. Откровение 1117. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мёртвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есм первый и последний, и живой, и был мёртв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти за 10 января 2020 года. И вот наше обращение на каждый день о помощи. Купить комбайн барабашу Игорю. Все данные и 4 ролика. Вот такой интересный рассказ тут поставили. Вот послушай. Церковь захватили марсиане. Андрей Кураев. Считает отец Зе. Фамилию не называет. Она же, отец Зе. Приехал на перхальный склад. И забрал все портреты владыки-метрополиты, какие только нашлись в наличии. Работники склада очень обдивились. Ну, с удовольствием. Продали отцу годами лежавшие никому не нужные портреты. Огромные, парадные, средних размеров для кабинета. И небольшие, чтобы ставить их на рабочем столе, например. Ну, отец, скажем, Зе, ну, Захарий, погрузил покупки в багажник-то и укатил на своем корыте в деревню. Спустя месяц до перхиального управления стали доходить какие-то нелепые слухи. Будто бы отец Зе устроил в своем храме что-то невообразимое. Владыка-метрополит, давно скучая и мучаясь бездельем, решил лично узнать, чем занимается отец Зе. На вверенном ему приходе-то. И заодно впервые посетить означенный приход. Погрузившись в свой скромный седан премиум-класса, митрополит поехал в дикие леса на краю епархии, где, по слухам, и находилась искомая церковь. Добравшись до места, владыка-метрополит поднялся по скрипущему крыльцу и вошел в небольшой деревянный храмик. Поначалу он не заметил ничего странного. Все в храме было как положено. Мерцали и потрескивались вещи. А со стен смотрели едва заметные в полумраке святые образа. Спустя мгновение глаза митрополита привыкли к темноте. И он скрикнул от удивления. С иконостаса, со стен! Словом, со всех сторон на него смотрели его же портреты. Ни одной иконы в храме не было. И даже на главном аналое лежал портрет митрополита. Та самая фотография, на которой он стоит рядом с губернатором на фоне Кафедрального собора. Владыка-метрополит растерялся и попятился к выходу. Такого он еще не видал. Скрипнула боковая дверь. И из алтаря вышел отец здесь. Увидев владыку митрополита, отец здесь со всех ног бросился к смятителю под благословение. Дрожащей рукой смятитель осенил его. Что это у тебя тут? А что это такое? Владыка смятый! Вот как солнце рождает, светит и греет, так и вы, наш Владыка! Сколько времени не было в наших краях стопы первосвященника! И вот вы, Владыка, выбирайте дорогую минуту! И вы сегодня посетили село наше, исполнив заповедь евангельскую. Мы как дети радуемся около вас, Владыченька! Счастье-то, радость-то великое сегодня сошла на наши грешные души. Вспоминаются слова святителя Киприяна Шкарфагенского «Епископ в церкви и церковь в епископе». И кто не с епископом, тот и не в церкви. Вы, по слову преподобного отца Никодима Святогорца, являетесь местоблюстителем и образом Иисуса Христа. Вы, Владыченька, и только вы есть живой образ Бога на земле и обильный источник всех тайн Стиренской церкви. Вы нужны нам как дыхание для человека, как солнце для мира. Что Бог на небесах, то архиерей на земле. Через вас мы, многогрешные и недостойные послушники ваши, освящаемся, согреваемся и соделываемся храмом Божьим. Сам Господь Бог пожелал, чтобы то место, которое занимает Он в небесной иерархии, Бог в земной церкви, занимал архиерей. Это значит, что архиерей является источником всех благодеяний и одушевленной сокровищницей божественных даров. То святые слова, Владыка, святой, то предание древнее и священное. И мы, грешные, не имея сил, сдерживать в себе эти чувства, люби к вам, на приходском собрании едиными усты, едиными сердцем решили вместо икон этих старых, повесить в храме иконы живого образа Божия ваши портреты. Мы любим вас, владыщеньки. Владыка-метрополит, слушая речь отца Зе, все более приходил в себя. Под конец он вовсе успокоился и приосанился, возвысившись над сагбенным в поклоне отцом Зе. Верно говоришь ты, отец-то, все верно и правильно. Именно так и подобает мыслить православным христианам. Без эпинскопа нет спасения. Слово архиерея, суть глаголы Божие. Я хвалю тебя и твой приход за такую любовь к моему смятительскому сану. Владыка-метрополит вышел из храма, сел в автомобиль и уехал очень довольный оказанным ему приемом. Проводив митрополит, отец нагнулся к забору-то и принялся мучительно блевать. Проблевавшись, махнул стоявшему на крышке храму щицу. Снимай портреты и в огонь их. Говорил я тебе, что все они такие, а ты не верил-то. Теперь-то ты убедился, убедился? Щен вздохнул и немного погодя вынес на улицу большую стопку архиерейской фотографии. Заполыхал костер. Ну и тут даже наши, кто еще как говорили, тут... Как красные, белые друг друга убивали, тут скидывают материалы. Все, я вчера тут раззадорил это Леонида Млечина. Я сейчас буду молиться о нем, пока, может быть, встретимся. Зачем понадобилось Еве срывать запрет на этот плод? Она еще не сознает, но грех свершен, и Бог во гневе. Вселился в змея сатана, и женщины внушал упрямо, что равной Богу стать должна подруга кроткого Адама. А дальше, Боже, стыд и срам, в грехе покаяться не смея. На Еву валит грех Адам, а та слагает грех на змея. Я не желаю знать добро и зло от коих все недуги. Верни мне, Бог, мое ребро, мы обойдемся без подруги. Александр Мирж... Утверждает попы, что можно не соблюдать пост. Владимир Головин об этом говорит якобы. Толкает под причастие, причащается. Все, новое, новое, такие-то слова открываются. То протоиерей за войну, то всех друзей перстеряешь. Константин Великий. Как он крещение принимал. Одни говорят от православных, а другие от еретиков. Елена Фауэр пишет. У Головина, однако голова замерзла. Сравнивает с гостями и со столом. Ну и вот некоторые тут моменты. Вот Леонид Млечен. Меня потряс приказ Дзержинского расстрелять белых офицеров перед самой их амнистией. Ну вот так. Сижу целый день один дома. Ну что делать-то? Занимаюсь в интернете. Кормлю воробьев. Голубей. Голубей уже больше тридцати прилетает. Диких. Свои уменьшаются в размере. Ну и кошек тоже. Занятый весь день. Ну и, как всегда, семикратная молитва. Мне радостно, что брат Владимир сейчас сам выводит ролики, выставляет у меня. Я все сдаю помаленьку полномочия. Готовлюсь к исходу. И что интересно, сон все время вижу. Где-то встречаюсь, в карман лезу. Давайте, визитки-то наши-то. А там лежат, как визитки, но поменьше размера. Мы там совсем не об этом. И все от того, когда ложусь спать, в карман не положу визитки. А если положу, ни разу сон есть, нет. Вот как-то связано это. Ну, однако, все.